В эфире программа «Городские встречи». Здравствуйте! У нас в гостях сегодня заведующее отделение медицинской помощи и реабилитации пациентов с химической зависимостью Анатолий Воронков. Здравствуйте, Антон Александрович! Расскажите, пожалуйста, насколько часто к вам обращаются пациенты с табачной зависимостью, алкозависимостью? Вы знаете, проблема химической зависимости, она, наверное, вечна с тех пор, как существует человечество. В процессе жизнедеятельности человек очень часто сталкивается с химической зависимостью. И химическая зависимость, как правило, приобретает с течением времени черты, очертания болезни. Если мы помним советский период, совершенно недавно возьмем у нас на первом месяце алкогольную зависимость, то в 90-х годах и в начале 2000 года как бы приоритет перешел к зависимости наркотической. Сейчас мы увидим очередной всплеск зависимости к легким спиртным напиткам и, к сожалению, зависимости к табаку. Причем сейчас это не просто подъем этой зависимости, это еще и определенные изменения на гендерном уровне, то есть на уровне мужчина-женщина. Сейчас очень большое количество женщин начали употреблять никотин, занялись табакокурением, употреблением наркотиков. Поэтому в настоящее время можно сказать, что обстановка по химической зависимости, по пристрастию нашего населения к психоактивным веществам остается очень напряженной. Вот какие основные мотивы у людей, которые хотят избавиться от зависимости, чего они хотят, с какими проблемами они к вам приходят? Приходят на разных уровнях развития заболевания. Некоторых приводят, некоторые приходят самостоятельно. И хочется сказать, что, как правило, те, кто приходят самостоятельно, уже перешли через определенную грань. Они уже поняли всю боль этого заболевания. Они уже поняли все страдания, которые несет это заболевание. И это является главной мотивацией. То есть это непосредственная потеря здоровья. Это нарушение психических функций. Это различные вегетативные нарушения, которые наблюдаются у таких пациентов. Это тот дефект, который они приобретают на социальном уровне. И когда вот эти вот иногда невозвратимые потери присутствуют у такого пациента, это создает у него мотивацию к обращению к психиатру-наркологу. Если пациент в начальной стадии, и, как он говорит, все у него хорошо, замечательно, то, к сожалению, тогда мотивации не бывает, за исключением мотивации, которые наблюдаются у родителей таких пациентов. Поэтому, в зависимости от того, на какой стадии приходит пациент, и фактически решается судьба пациента, и решается проблема, будет он лечиться дальше, либо он от этого лечения откажется, и будет дальше продолжать употребление психоактивных веществ. Какие методы лечения бывают? Ну, сейчас методы лечения разные, но в основном они традиционно делятся на фармактерапию и психотерапию. Бывают еще методы лечения с помощью, ну, различные физиотерапевтические методы лечения. И в зависимости от стадии, в зависимости от самого пациента, мы назначаем ему тот метод лечения, который ему необходим. Если мы видим, что болезнь сформирована, если мы видим, что сформирована первая-вторая стадия заболевания, мы обязательно, как правило, прибегаем к фармактерапии. То есть это лекарственные средства, это детокс-терапия, это назначение различных групп медицинских препаратов. Но при любом лечении, вне зависимости от стадии, необходимо применение того или иного метода, который является психотерапевтическим методом. Вот подробно расскажите, какие-то методы. Потому что без изменения отношения к проблеме, без изменения самого пациента, его модели поведения, его роли, его осознание болезни, болезнь вылечить невозможно. И именно осознание пациента того, что он болен, изменение его жизненного сценария, изменение его роли в этой жизни, роли в этом жизненном сценарии приводит к выздоровлению. Если говорить о методах психотерапии, они на сегодняшний день очень разнообразны, их много, но, как правило, каждый врач, даже не владеющий глубоко психотерапевтическими методиками, начинает свое лечение с рациональной психотерапии, что входит в обычную беседу, в обычный сбор анамнезов, то есть истории болезни. И в процессе рациональной терапии врач уже проявляет определенные черты своего характера, которые должны предрасположить пациента к нему, то есть это взаимное доверие с первых минут должно образовываться между врачом и пациентом. Это уже фактически начало психотерапии. Мы это называем рациональной психотерапией и когнитивной психотерапией, то есть та психотерапия, которая заставляет пациента преодолеть так называемую аназогнозию, отрицание своей болезни. Мы даем ему такие понятия, с которыми он не может не согласиться. И начало заболевания – это прежде всего понятие пациента самой болезни. И когда он понимает, что он болен и соглашается с этим, тогда, естественно, он как нормальный человек дает согласие на свое лечение. То есть наступает уже выздоровление, можно сказать, да? Наступает мотивация к выздоровлению, у него появляется. Воздоровление его наступает значительно позже. И после того, как человек осознал заболевание, дал согласие на свое лечение, после этого можно применять другие методы психотерапевтического воздействия. Можно применять и гипносугестивную психотерапию, когда мы применяем гипноз, когда мы применяем сугестию, то есть релаксирующее воздействие. Можно применять методы трансактного анализа, можно применять методы поведенческой психотерапии, можно применять методы эмоционально-стрессовой психотерапии. На сегодняшний момент их очень много. Поэтому для каждого пациента и для каждого заболевания есть наиболее благоприятные, наиболее рациональные способы этой психотерапии. Но еще раз хочу сказать, что без психотерапии и без определенной реабилитации, где такая психотерапия нужна, лечение, как правило, неэффективно. А бывают ли такие случаи, когда пациенты возвращаются после лечения и говорят, что эффект от лечения закончился? К сожалению, так случается тоже. И иногда пациенты приходят и даже пытаются переложить ответственность за свои срывы в алкоголе, в наркотиках на доктора. Но мы в процессе рациональной терапии, в процессе общения с пациентами пытаемся объяснить им, что срыв – это фактически норма, в кавычках, но это норма, что срыв может случиться у каждого. И таким пациентам мы всегда даем предупреждение и заключаем с ними договор, что в случае обострения тяги, обострения в лечении, неудержимого лечения иногда или просто мыслей о возобновлении употребления алкоголя, наркотиков, табака, необходимо прийти к врачу. Необходимо прийти на процедуру для усиления данного послания, для усиления установки на воздержание от алкоголя, от наркотиков, от табака. И в большей мере те пациенты, которые срываются, это пациенты, которые в каком-то этапе недостаточно мотивированы были на лечение, либо пациенты, которые попали в зону каких-то социальных конфликтов, пациенты, у которых случилось какие-либо несчастья, либо стрессовые события, социальные, я имею в виду, и эти стрессовые события фактически стали запускающим фактором в их срыве. Поэтому в процессе психотерапии очень важно научить пациента, как избегать этих стрессовых событий, а если они все-таки произошли, вовремя приходи обращаться к психиатру-наркологу. Спасибо вам большое за беседу. Мы желаем успехов, удачи в вашей работе. Телезрители напоминают, что в гостях у нас сегодня был врач-нарколог Анатолий Воронков. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова